коллеги всем привет на связи снова халеба евгений а значит пришло время поговорить о финансовых рынках это мой еженедельный анализ и прогноз финансовых рынков напомню мой канал посвящен трейдингу и финансовому анализу в этом видео я с вами поговорю об политике фрс поскольку нас прошло на мой взгляд очень такое значимое заседание мы посмотрим как изменились прогнозы по ведущим макроэкономическим показателям америки от фрс и обсудим вопрос что же ожидать после пресс конференции да то есть к которому услышали в среду что ожидать на финансовых рынках осенью на мой взгляд очень интересно будет на рынке доллара и на рынке трижерис рынка трижерис уже пошел по пошла активность то есть народ уже закладывается вращивание киеве также будет вот чуть по пошире блока с аппетитом к риску вот именно по фрс мы поговорим в этом блоке по рискам поскольку это риски для фондового и товарного рынков ну и по традиции в блоке по макроэкономике мы затронем наболевшие темы чуть больше будет у нас блок по нефти поскольку там вышло несколько показателей которые на которых стоит обратить внимание ну что ж друзья давайте начнем прежде чем начать хочу поблагодарить всех спонсоров которые участвуют моим спрос на спонсорском канале и всех подписчиков которые проявляют активность нам на моем канале youtube это видят алгоритм и канал расширяется также хочу всех пригласить свой канал telegram поскольку я там по публикую оперативную информацию то есть по сути то что вы вы видите здесь это сборная солянка постов за неделю в телеграме кто занимается рынками кто кто занимается финанализом либо экономикой мировой добро пожаловать ссылочку на telegram я оставил в описании к этому видео и закрепленном комментарии ну что ж друзья начнем по традиции мы с блока по макроэкономике поехали первая картинка у нас это денежная масса данная пока что на июль данные кстати по денежной массе очень медленная медленная из-за медленности данных и медленности публикации данных по америке уже все данные вышли за август а за а по америке еще нет денежная масса в июле по развитым странам совокупная денежная масса выражена в долларах по курсу июля у нас она немножко подросла но вот в динамике если брать то на капли если брать кумулятивный эффект да то накапливается отрицательный фактор да то есть у нас от месяца к месяцу темпы затухают то есть и мы видим что да действительно у нас ну примерно с начала года уже не так активно расширяется денежная масса и мало того больше чем уверенно что мы увидим замедление не просто замедление темпов роста некую плоскую динамику то есть мы видим что ведущим центральной банки начали ужесточать денежную калитную политику я имею ввиду не ужесточать а возвращать ее к балансу скажем так то есть сворачивать и это сделает cb это сделан банк новой зеландии банк канады обсуждается в банке англии такая же перспектива ну и мы знаем что фрс тоже стал на этот путь и в общем-то по фрс мы еще с вами поговорим в отдельно в разделе по рискам там есть что сказать точно ну как бы да то есть мы понимаем что что ликвидность больше не расширяется теми темпами как она расширял расширялась в прошлом году по клаве классической теории темпы денежной массы должны соответствовать темпом роста номинального ввп с учетом дефлятора то бишь уровня цен собственно на этом мы начинаем выходить на эти темпы но стоит помнить что денег остается в системе очень много и на самом деле где деньги находят находящиеся в избыточных резервов коммерческой банках америки начали возвращаться в виде обратных рэпу до финансовую резервную систему то есть в федеральные резервные банки ну об этом давайте мы в блоке по рискам далее деловой цикл странах уэссер мы видим что деловое доверие на август месяц данная мы видим что деловое доверие стала плоскую динамику при этом на максимум 20 лет а вот доверие потребителей сократилось то есть по сути у нас история которую нам транслирует межиканский университет вот мы видели предварительные данные в сентябре и знаем что в августе данные были негативные по потребительскому сентименту по всем направлениям и собственно это транслируется на все страны в ср пока что не так плохо как в америке в америке потребительские настроения снизились даже ниже по некоторым показателям чем в марте прошлого года в момент кризиса что говорит о ну скажем так о плохих о слабых перспективах спроса поскольку народ не шибко рвется тратить вот деловое доверие у нас на максимум 20 лет в общем-то вероятнее всего это больше наверно связано с оптимизмом да то есть нельзя сказать что учитывая вот цены на газ сейчас да в европе учитывая учитывая перед перспективу да вот сворачивание к видных выпук выкупа фада имеется в виду тот пакет который был введен на ецб как отклик да на коронавирус он уже сворачивается то есть уже уменьшаются объемы покупок ну в общем-то это как бы не на руку дальнейшему росту оптимизма но и мы видим плоскую динамику бизнес циклы продолжают расти войс и в принципе мы даже вышли к уровням 2011 года собственно на мой взгляд это не некая инерция да в секторе услуг летом в южных странах открыты были границы но в ней в некоторых полностью открыты взять там черногорию албанию но хотя албани это не езда ну если взять вот некоторые страны границы были открыты то по пцр теста можно было въехать в ту же хорватию там и так далее то есть в общем-то юг принес привнес на некое оживление сектора услуг в виде туристического бизнеса и это конечно поддержала общий цикл вот ну я больше чем уверен что осенью исходя из ситуации с дельта исходя из сессии ситуации с энергоносителями в европе конечно вряд ли можно ожидать продолжение этого позитива на июне месяц у нас есть данные по мировой торговле относительно прошлого года мировая торговля она начинает сокращаться но поскольку была высокая база конечно же но и если брать индекс до сербии то в принципе он также у нас снижается в линейном показании в линейных показателях вот что интересно по поводу стройки в штатах вышли данные по стройке количество новых заявок на нам на новое строительство увеличилась в то время как ожидали снижение мало того на начало строительства новых домов тоже выше ожиданий продажи высокие то есть в общем-то стройка продолжает быть на хороших уровнях нельзя сказать что мы находимся в некой зоне перекупленность да мы остаемся до сих пор до ипотечного до уровня ипотечного кризиса хоть народ уже сеет панику о том что рынок ипотеки закредитован и в общем-то следующая картинка опровергает эту идею то есть это все ипотечные кредиты к совокупным долгам внутри америки да то есть он мы имеем всего лишь 20 процентов долга от всех до всех долгов да то есть именно 20 процентов ипотечных дан долгов во всей совокупности долгов которые есть штатах и в общем-то нам не то что далеко до кризиса да 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 предкризисных уровней которые были в шестом седьмом восьмом годах мы даже с ней снижаемся мы уже на уровне там 50-х годов то есть в общем то в что происходит на рынке жилья да это бум но это не закредитованность то есть пока что все окей и данная картинка она об этом и говорит что все в порядке рынок сектор строительный расширяется и это в общем-то инвестиции до в спорный момент о том что как какую роль от от и отыгрывает недвижимость рынок недвижимости активы да с ним связаны в общем портфеле активов до в стране то есть это конечно вопрос тонкий здесь тут точно об этом не будет потому что он обширный требует очень глубоких и длительных рассуждений скорость изменения показателя новых заявок на стройку у нас сокращаются то есть рынок на самом деле экспоненты убрал до которая была у нас вот на начало года было экспонента был риск того что но и создавалось впечатление что стройка взлетает до небес но это не так цены увеличились значит выше чем на уровне кризиса но это не не говорит о том что рынок закредитован это говорит о том что рынок расширяется и все в порядке цены ну понятное дело что что они растут в то время денежная база была меньше миллиарда то извините меньше триллиона а сейчас она шесть триллионов то есть в принципе по идее цены могут могут быть и в шесть раз больше чем это было до кризиса но это так если грубо вскинуть вот инфляция в развитых странах в августе месяце продолжала совокупно расширяться белая линия это средняя инфляция по рассматриваемой корзине инфляция в штатах немножко замедлилась инфляция в канаде и с великобритании сильно выросла почему потому что цены на газ да то есть мы понимаем что великобритании с это отклик в первую очередь на цены на газ и в общем то судя по ценовой динамике пока рано говорить о том что цены разворачиваются но и в общем то фон на самом деле продолжают подогревать сми говоря о том что зимой будет дефицит и цены могут там улететь и на 6 долларов и так далее так далее собственно но мы газ обсудим в блоке по рынкам вот даже в швейцарии идет раз цен мы уже но на уровне одного процента хотя там вот длительное время мы находились в дефляции да то есть последний раз на этом уровне они до 2018 здесь тоже были вот ну и не цены в японии остаются в дефляции то есть они ниже 0 и в общем то в японии затяжная на мой взгляд рецессия и в принципе япония как бы да там есть большие проблемы на самом деле но это все накопительный эффект они были еще запущены эти проблемы здесь 90-х после кризиса азиатского кризиса да то есть вот с тех лет это все тянется и к сожалению конца и края тому не видно и по всей видимости правительство японии не знаю что делать потому что у них бубы большая половина активов как финны на таки недвижимость находится на балансе он в еху банка японии и у подчиненным ему фондом да и в общем то долг там уже около 250 процентов это кввп да то есть госдолг какого то есть госдолг превышает в два с половиной раза чем годовой ввп то есть там просто невероятное количество закредитованность и конечно нельзя поднимать ставки потому что это сразу просто откуда брать деньги для того чтобы гасить долги дата то есть не не гасить а даже обслуживать эти все долги ситуация крайне сложно и так из поколения в поколение там перекладываются ну единственное что это обнулить долг как ну наверное через войны какие-то но не будем об этом это все такое не люблю конспирологию я люблю чтобы было все понятно и конкретно вот то есть инфляция у нас продолжает рост и при этом самый больший вклад делал стены европы из-за рынка газа в общем-то это и подстегает народ и я имею ввиду банкиров начинать сворачивать к юге хотя на самом деле на мой взгляд желательно было бы было бы оказать давление именно на цены а не сворачивать к юге то есть ну посмотрим как они будут действовать дальше если на мой взгляд если дальше будут рынок комодите срасти то начнут уже в вмешиваться политики комп деловой цикл предварительные данные по деловому циклу в сентябре обратите внимание что продолжает снижаться замедляться деловой цикл то есть фаза охлаждения продолжается в мае я говорил что мы будем точно мы входим в фазу охлаждения которая продлить продлится до осени и возможно осенью наступит новый виток расширения делового цикла к сожалению пока он не наступил хотя предварительные данные я имею ввиду данные по штату нью-йорк по филадельфии по канзасу были очень так даже оптимистично да то есть я думал что все мы оживаем но все еще нет все еще мы не оживаем хотя в штатах снижение замедления до делового цикла уже сайт то есть темпы его сократились вот и ускорились понятно великобритании потому что там самые высокие цены на газ и собственно конечно же это бьет по промсектору и в общем-то именно он и просел а вот япония немножко подросла после августовской просадки на на к видле да там была расширялась дельта но таки не вернулись к полтиннику то есть в общем-то япония таки не оправилась еще с кризиса да то есть она таки остается в состоянии рецессии вот ну что ж давайте посмотрим дальше что у нас здесь есть недельные данные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе не выросли хотя ожидали снижения ну вторая неделя роста да если будет 3 как я раньше говорил то вполне возможно мы получим некий негатив хотя казалось бы да должно быть совсем наоборот поскольку закончились выплаты пока виду да и по идее народ должен идти на работу в общем-то фрс этого и ожидал ну посмотрим что они будут говорить следующих своих на следующем заседании именно так тогда будут приниматься решения по по кюзе индекс розничных продаж у нас остается высоким то есть согласно readbook розница то есть розничные продажи расширяются что не скажешь об официальных данных бюро переписи да в принципе почему так потому что всего лишь около 20 процентов всех розничных продаж учитываются readbook это самые крупные торговые точки в принципе в них продажи туда ну а в остальном нет и мы получаем такую историю хотя между прочим свежие данные которые были за август они вышли лучше чем ожидалось но если брать статистику то практически без изменения относительно июльских данных так это у нас идет дальше уже блок по рискам где я буду говорить по фрс и вы увидели табличку которая это измененная данная оценочные данные фрс по ведущим макроэкономическим показателям америке небольшой вывод к этому блоку мы видим продолжая продолжающийся охлаждение делового цикла в общем-то это хорошо поскольку экономика напитывается и набирается важно будет оценивать это все дело как будут обстоять дела с ценами на комоды потому что естественно что высокие цены на комодитесь тормозят деловой цикл в промышленном секторе я думаю что если бы им бы нормализоваться в пределах там 10 процентов ниже было бы очень даже неплохо вот что касается инфляции мы видим что как как раз таки цену на энергетику цены на промышленные товары на строительные материалы продолжают расти и поддерживать тем самым рынок мы сейчас поговорим о том что сказал пауэлл насчет того что что происходит ценами в штатах вот денежную массу я трогать не буду деловой цикл уже устаревшую на все свежие данные мы видим что он продолжает охлаждаться продолжать остывать вот в целом в целом экономика приходит себя да то есть пока что нету никаких там сигналов о том что мы там движемся как какой-то рецессии да есть аппляционное настроение есть история с растущими с не падающими уровнем цен несмотря на то что у нас и инфляция прошлого года уже находилась на более высоких уровнях то есть база прошлого года повышается что должно было по идее оказать давление на годовую динамику цен но этого не произошло поскольку от месяца к месяцу у нас накопление происходит теми же темпами что и годом ранее то есть быстро вот ну в то в то время это было оживление некая да и воспринималось как позитив а на сегодняшний день это уже воспринимается как негатив поскольку уровень цен уже даже сами фрс сказали что до уровень цен достаточно высокий вот ну поэтому и из исходя из этого важнейшим до важнейшим показателем является надо даже не пока а событием до не является перспективы политики фрс поскольку а им нужно снижать инфляцию б им нельзя добить до деловой цикл потому что он находится в фазе охлаждения то есть надо быть как именно гибкими и пытаться лавировать между двумя этими против противодействующими факторами да вот ну и конечно же не обрушить рынке потому что мы можем себе представить какой процент левериджа сейчас у нас в на финансовых рынках вы вышли свежие данные по левериджу да то есть маржинальные счета в штатах на колоссально высоких уровнях продолжают расширяться дальше обновляя исторические максимумы поэтому конечно же нельзя ни в коем случае обрушить рынки поскольку опять будет финансовый кризис вот такая нелегкая задача стоит порядок вперед фрс а перед нами стоит нелегкая задача оценить их действия ну что же давайте перейдем к богу теперь по рискам итак друзья что мы имеем по фрс давайте тезис надо для начала потом мы перейдем уже картинкам которые транслируют эти изменения и причины ну давайте мы начнем да давайте мы начнем вот и правда с картинки она большая поэтому я имею ввиду долгосрочная поэтому лучше с нее начать фрс понизила понизила темпы роста ввп в текущем году немножко повысила в следующем и в последующем но здесь можно сказать что фрс но приходит в себя да то есть мне мне казалось как когда они писали там какие-то там семь процентов еще чего-то но не казалось что он и свалились с луны потому что не может быть таких темпов роста вот на сегодняшний день да вот есть такое есть такая история вот они приближаются к нормальным каким-то уровнем прогнозным урок также немножко повысили обратите внимание безработицу то есть ожидала 45 будет 48 сейчас у нас уже около пяти поэтому собственно рукой подать без инфлейшн то есть они ожидали 42 в предыдущий раз ожидая часа было 34 на сегодняшний день 4 процента да то есть было 43 то есть они в принципе рядышком то есть мы рядышком с показателем которые транслируют фрс также здесь мы рядышком с показателем конторы как которые транслируют фрс но здесь то понятное дело что что мы рядышком потому что мы плюс минус таки идем а но это real gdp real real у нас сейчас там два с чем-то по моему если если отнять инфляцию там около 2 и 5 или 2 и 7 то есть в общем то еще не подобрались но это по второму кварталу корпусе да у нас 37 аккорд кстати 4 это не пися инфляция у нас я не смотрел писать то есть у нас у нас 4 покор поэтому по базовой инфляции поэтому мы выше чем прогноз вот ну на следующий год немножко повысили на самом деле ну пока что мы не трогаем но обратите внимание консенсус у нас 0 3 ставка в следующем году и голоса распределились но по повышению ставки 50 на 50 поэтому у нас сейчас стоит такой интересный наступает интереснейший момент когда она любна к на следующем совещании на на любом из совещаний голоса могут качнуться в сторону повышения ставки и тогда рынок начнет закладывать рост ставок уже в следующем году ну и ставочка у нас собрите меня двадцать третьем один процент было 06 тоже повышена ну и долгосрочно но один его то есть два счета 18 долгосрочная 25 25 таки осталось то есть проходит большое смещение важное смещение между ставками то есть на мой взгляд это важный важная веха в политике фрс поскольку все смещается в сторону того что я больше чем уверен что уже в следующем году будут повышать ставку то есть мне кажется что если следующая осень или уже там зима там декабрь месяц начнутся первое первое повышение ну и давайте пару слов вообще в целом о том что что говорил павел на эту тему да он сказал что таргеты по макроэкономическим показателям практически достигнуты то есть он сказал что и безработица инфляция уже на тех уровнях когда стоит сворачивать киеве что интересно павелсска павел озвучил ориентировочные сроки сворачивания киеве примерно середина лет следующего года то есть лето да скажем так но он не озвучил начало киеве то есть вот таким вот образом на начинается да вот его возня вокруг того что сворачивание киеве будет он сказал что если не будет шоков на виде ну понятное дело что шоке как он сам и сказал это дельта естественно то уже на следующем заседании будет объявлено сворачивание киеве которое начнется в ноябре пока никаких цифр нету ну мы понимаем что поскольку выкуп ипотечных облигаций идет более высокими темпами значит с них и будут начинать конечно это будет параллельное сворачивание как выкупа ипотечных бумаг таки это же вес но приоритет в начале на мой взгляд будет именно ипотека вот что еще было сделано повысили лимиты на обратной репу на контрагента с 80 миллиардов до 160 из-за чего репа сразу рванула вверх суточные в среду 4 четверг пятница полтора триллиона долларов возвращается обратно мы понимаем что это избыточные резервы в принципе они не востребованы экономикой так хоть они возвращаются они хоть какие-то деньги приносят банкирам там 005 процента но тем не менее доход что-то вот было много вопросов к павлу по поводу рынка труда он упоминал что рынок труда тоже почти достиг полной занятости но вот по мнению фрс 48 процента мы ожидаем 5 на сегодняшний день или 5 или 5 и 2 то есть в общем-то да где-то они рядышком если вдруг мы увидим снижение безработицы ниже 4 и 8 то это будет четкий сигнал к тому что опережают что экономика опережать действия фрс и тогда точно будут ужесточать то есть повышать ставки уже уже осенью следующего года вот ну еще еще было много сказано на самом деле у меня есть сводочка по фрс по заявлениям с выводом я ее опубликовал четверг своем канале телеграм кому интересно перейдите почитайте был задет вопрос по поводу спекуляции клари да и по моему и розенбергом на или булардом и розенбергом на фондовом рынке америки основываясь на политике фрс это не то что беспрецедентный случай это показывает как гниет рыба с головы даже в таком демократическом обществе как америка то есть понятное дело что со соблазн слишком велик понятное дело что когда ты знаешь что будет происходить с денежно-кредитной политикой ты конечно же можешь играть на опережение но почему-то почему-то их хотят уволить а не посадить то есть на мой взгляд эта тюрьма пока что пока что павел на еще больше усугубил на мой взгляд даже вышла по моему wall street journal статья о том что фрс теряет лицо на мировой арене да потому что конечно же это нужно жестко пресекать а не мямлить как это делал павел на отвечая на вопросы что происходит вообще в целом вот ну вот с точки зрения тех метрик которые показал и высказывание на мой взгляд мы уже входим в состояние сворачивания к юге в ноябре если не будет проблем с дельтой в ноябре мы увидим уже первые шаги ну и план мы узнаем уже в октябре месяце то есть на следующем заседании между прочим темпы сворачивания к юге будут быстрее чем в четырнадцатом пятнадцатом годах так тогда то есть вернее в четырнадцатом тогда понадобился целый год для сворачивания в этот раз будет меньше времени уйдет на этап и ну чуть меньше да тем не менее то есть мы понимаем что темпы будут высокие то есть ликвидность будет убывать достаточно знатно при этом мы знаем что минфин у нас тратит деньги со счетов там уже осталось 270 миллиардов снова там около 70 миллиардов было потрачено елен разводит панику по поводу этого обращаются к ведущим банкирам волстрит требуя оказать давление на конгресс непонятно с чего вдруг банкиры с волстрита должны оказывать давление на политиков второе она написала статью волстрит журнале по моему о том что будет если не поднимут потолок госдолга пауэлл тоже при призывает конгрессменов принять и повысить потолок госдолга почему-то конгрессмены некоторые упираются но понятно что это идет торг лоббистов это естественно но и иже уже понятно что не может отказаться имитент валюты в которой номинирован долг он не может оказаться отказаться от обязательств никак одно дело когда отказываются от долга имитированного в другой валюте например от еврооблигации да то есть если мы если бы долго был был бы в евро то понятное дело что можно объявить дефолт то есть но у меня нету евро да то есть мне нечем отдавать его у меня кри кризис там да и так далее так далее курс у меня киевра дешевее то есть у меня не хватает денег вот тогда да а когда ты объявляешь дефолт по долларовым облигациям по долларовым долгам но этому мувитон на мой взгляд в мировой экономии в мировых финны финансах тем более от кого такого гаранта таких без рис самых без рисковых активов если это произойдет то упадет нереальный отток мне кажется денег с стражей то есть это будет говорить о том что он правительство америке не гарантирует выплаты понимаете это очень жестко и мы понимаем какой уровень час долгов находится именно в тражерях то есть это будет эпический отток с невероятным ростом ставок ну я я это полностью отметаю такого не может произойти потому что это сильно ударит по я по америке по финансовому рынку америке по мировому финансовому рынку это будет хуже чем китайский ну понятное дело в разы хуже чем китайский evergrand это тем не менее да то есть рынке уже от него отправились хотя это но и но действительно угрожало но каким-то очередным коллапсом по валютам валютным корпоративным облика по долларовым корпоративным облигациям вот в связи чего я жду смещение спроса и предложения как на рынка трижерис таки на рынке на долларовом рынке мы понимаем что долларовые доллары на осенью будут в дефиците потому что минфин будет выкачивать деньги с денежного рынка накапливая на счету поскольку и надо будет восполнить свой счет будут повышенные аукционы это это будет делаться понятное дело что через повышенные аукционы трижерис и в общем то мы уже сейчас нам наблюдаем смещение ожиданий да то есть у нас уже ставочка по пошла вверх то цены начали падать ожидая что первое фрс сократит выкуп то снизить спрос и второе минфин увеличит предложение и баланс сместиться в сторону профицита что окажет давление на цены на трижерис и тем самым ставочки полезут вверх это я говорю за длинные трижерис конечно же и то же самое будет по доллару снизится предложение денег то есть и будет сворачиваться и повысится спрос на деньги со стороны минфина ну и рост ставок это конечно же повысит спрос на трижерис со стороны мирового капитала что что также дополнительный спрос на доллар ну и третье это если мы все-таки увидим расширение делового цикла осенние то это еще и внутренний спрос на деньги через кредитование поэтому я считаю что доллар имеет очень даже бычьи перспективы и собственно мы даже видим это на рынке доллар остается на локальных максимумах ну и трижеря пошли в рост по доходности ну и теперь давайте посмотрим что нам говорят дальше картинки что происходит у нас по ожиданиям это фьючерсная кривая по 30 летним 30 30 дневным векселям до месячные векселя мы видим что декабрьские фьючерсы декабрь двадцать второго года декабрьский фьючерс у нас дешевеет относительно октябрьского 21 года да то есть ожидаются что цены на облигации будут ниже то есть ставки выше и при этом мы видим что так было в июле но тогда фрс дал заднюю но это был какой-то вынос не пойми на чем ну и сейчас вот мы видим такие же настроения при этом обратите внимание что фьючерсная кровать кривая стала более вогнутой да на дальних краях то есть начиная вот сентября с октября 22 года обратите внимание да мы начинаем быть более искривленными в то время как неделю еще назад мы находились чуть чуть повыше то есть после заседания народ начал закладывать повышение ставок уже в следующем году начиная с ну скажем так с ноября месяца дан тут был больше получается разрыв чем был и это видно по обратному спреду то есть обратите внимание что пошли на настроение которые о которых я ей говорю и это проявляется на ставках то есть на на длинных трижерях и это проявляется на долларе между ну тем не менее до локально мы находимся просто денежный рынок америки на находится в дичайших мягких условиях с ставочки рыночные ставки значительно ниже чем ставки рэпу да и вы обратите внимание что мы практически на уровнях там 16-15 годов то есть на минимумах там пяти шести лет ставочки спред между корпоративной ставкой с рейтингом битри плей беда бое вернее и ставочка с десятилетками да то есть у нас остается на низких уровнях даже до кризисной то есть мы на уровнях вот 2019 года в общем то тоже говорит о том что мягкие кредитно-денежные условия и рисков обратите внимание с точки зрения этих спредов нету никаких сейчас ну и этот спред у нас болтается на минимумах там пяти семи лет вот поэтому это говорит о том что денежные условия крайне мягкие остаются ну и в то же время мы на каких-то экстремально низких уровнях что говорит о том что вполне вероятен разворот с текущих уровней но в сторону ужесточения но и классические показатели которые я транслирую в каждом видео спред америками золото не спрэта коэффициент у нас остается на высоких уровнях при этом вот наконец-то пошел в рост пошли в рост доходность десятилеток да мы еще ниже уровня до который был поставлен весной текущего года но тем не менее мы начинаем выбираться да вот вне в некий бычий тренд далее премии за риск тоже расширяются обратите внимание что даже вот если взять премию за риск среднюю да то есть среднюю по рассматриваемой корзине она достаточно прилично выросла практически до максимумов своих максимумов которые были в весной летом текущего года то есть мы начинаем искривляться искривляться сильно но скорее всего это результат как раз таки тех смещений коту о которых я говорю но мы должны понимать что деньги начнут освобождаться да то есть о чем здесь речь о том что с невероятно огромного ликвидного рынка долговых обязательств деньги будут выходить и они будут куда-то деваться конечно же куда-то деваться это в первую очередь на фондовый рынок почему потому что на мой взгляд условия но мы еще об этом поговорим условия явно не в пользу роста золота условия явно не в пользу роста комодов почему потому что комоды на высоких уровнях и скорее всего это уже политическая история которая будет реализовываться мы уже слышим ком комментарии комментаторов о политике мы мы слышим выражение политиков и так далее так далее то есть в общем то на мой взгляд комоды будут снижаться я имею ввиду нефть я имею ввиду газ ну это естественно окажет давление на на все комоды поэтому я думаю что фондовый рынок и может получить какой-то прилив но с другой стороны на новые аукционы будет спрос они уже будут идти по более высоким ставкам особенно длинные триджеря поэтому собственно на мой взгляд что посмотрим как будет смещаться баланс но я больше чем уверен что вторичка по триджерям то есть по долговым облигациям будет дешеветь но аукционы понятное дело уже по по более высоким доходностям на них однозначно спрос точно будет ну и последняя картинка это инфляционное ожидание синяя линия мы видим что инфляционное ожидание в затяжном боковике мы стоим там уже порядка там трех четырех месяцев в нем вот что как бы не в пользу дальнейшего роста снб 500 носи попытается взбодриться после истории с evergrande ну посмотрим как оно будет в общем то то что пятилетние ожидания по инфляции не снижаются это уже хорошо то есть мы по сути остаемся вот на хаях да то есть на на достигнутых уровнях и инфляционные ожидания остаются уверенными да то есть они не снижаются что кстати вот опять-таки говорит о том что не верит рынок в слова в риторику пауэлла о том что инфляция временная и все-таки транслируют дальше инфляцию в следующем году ну что же дальше у нас идет уже история по рынкам давайте здесь небольшой итог подведем что мы имеем на мой взгляд осенью у нас появится некий такой фон который будет в пользу укрепления доллара и в пользу роста доходности длинных торжеств как это скажется на других рынках но на мой взгляд товарный рынок час оторван от межжирночных связей почему потому что там есть история с дефицитом здесь дефицитом физического товара и в общем то скорее всего она будет будет еще некоторое время превалировать пока не превратится в политическую историю и политики уже будут вмешиваться мы уже знаем что байден там пытался вмешаться говоря о ценах на на бензин мы уже говорили я я уже говорил о том что политики при призывают разобраться с рынком газа в европе там привлечь россию или еще чего-то но это уже их дела пусть решают вот хотя я больше между ними саммитами виноваты потому что идет импорт с нефтегазовых месторождений европейских потому что цены высокие и импортировать выгодно то есть то есть вне экспорт идет вот поэтому в принципе подвязываться под комоды я не планирую я имею ввиду подвязывать эту историю что она окажет давление на комоды но как дополнительный фактор да . конечно же рост доллара если это будет трендовый рост то конечно же он точно окажет дополнительное давление к тому давлению которые могут оказать политики на рынок на рынке энергетики вот поэтому вот такую осень я жду насчет фондового рынка я не уверен что это слишком прям плохо для фонды почему потому что ну во первых освободиться сейчас ликвидности нас долгового рынка я нужно куда-то парковать во вторых если мы расширяем и если у нас деловой цикл начнет расширяться и начнет укрепляться рынок труда то в общем то это нормальные условия для дальнейшего роста несмотря на монетарную политику если взять цикл в 16 19 годов когда уже встречалась денежно аккредитная политика не просто приводилась к нулю да то есть не просто сворачивалась к ее а ужесточалась то есть было кьюти повышение ставок и сокращение денежной массы и в общем то это не мешало рынку расти дальше поэтому да я понимаю что может у нее у многих да кто только пришел на рынок наслушался разных историй что киеве и роста рынка невозможно ну накиньте про просто накиньте графики там доллара и снг 500 доллар как вид ведущий индикатор на самом деле монетарной политики да вот по пану пана понакидывайте и посмотрите как это все отыгрывается и действительно в вполне реален рост и при кьюти даже они просто при сворачивании кьюти тем более денег остается очень много и те деньги которые будут выходить обратно которые были отданы через обратные рэпу они будут возвращаться обратно в банки и это они будут в распоряжении у банков то есть почему зачем еще и это если деньги так есть поэтому собственно в общем и целом я не жду прям такого большого коллапса на фондовом рынке но как я ранее утверждал неплохо было бы ставь боковик то есть я так думаю что диапазон вот снизу там район 4000 пунктов в общем-то такой неплохой уровень для того чтобы поколебаться в диапазоне до история с киса сворачиванием кида история с повышением налогов до история с деловым циклом вот эти все вещи вот они сейчас превалируют история с китаем история с дельтой то есть они сейчас превалируют но у нас нету мы не видим до что у нас есть рисков по тем метрикам которые мы анализируем то есть рынок воспринимать это все как должен как как норму да то есть и проблем пока никаких нет в общем то мы это сейчас и посмотрим по тех анализу поэтому в общем и целом риски на мой взгляд больше для комодов и для валютного рынка до чем для фондового рынка ну и для долгового сюда извините чем для фондового рынка но как поведут себя инвестора в условиях вот этих вот рисков как когда-нибудь проявляться на валютах в фонде и долговом рынке это уже вопрос на мой взгляд да могут приуныть и по поколбаситься в боковике поднабрав силу и как только деловой цикл начнет новый виток расширения уже полноценный да вот тогда и будет запуск у нас фонды давайте перейдем в блока по рынкам потому что я уже не говорю и так первый слайд это у нас технический анализ о что это у нас это у нас и снг 500 ну обратите внимание да вниз не пустили то есть да есть отбой и в общем то нельзя сказать что мы даже пробились под поддержку пайпать поддержка уцелела сейчас мы подходим важным уровнем да то есть у нас была одна такая типа головоплечья да то есть тут было касание здесь кстати тоже мы по поколбасились да то есть потому что здесь было касание то здесь было был зеркальный уровень на такой себе и вот сейчас мы к нему подходим да в общем то вполне реально здесь как касание потом отсюда во снижение к 4000 вполне реально и было бы неплохо но я это торговать не планирую потому что я не уверен в том что мы отсюда в отобьемся стоит подождать по последней почему потому что по моему по многим моим метриком мы не вышли на пике рынка да то есть если брать там соты если брать мой индекс страха если брать там вот в целом аппетит к риску да то есть по пути метриком которые я показываю мы еще не вышли на те уровни откуда начинается коррекция поэтому в общем то я не исключаю движение вниз но это будет боковик то есть мы его определим как вот тут нижняя граница тут верхняя и будем где-то здесь вот болтаться может будем переписывать хайла и да но это будет вот некий диапазон вот ну пока что думаю так на эту неделю надо смотреть то есть в общем то с его грантом вроде бы как там чуть-чуть разрулилась но опять-таки там жду по-моему 30 дней и в принципе в возможен дефолт но 30 дней есть приготовиться вполне возможно что за эти 30 дней колебания на рынке еще продолжатся в рамках этого боковика вот я свой шорт закрыл открывать ли новый ну в общем то отсюда вас текущих до можно пробовать тем более рядышком езде поставить стоп что касается трижере десятилетки вышли наконец-то из треугольника до такого вот бешеного треугольника и мы движемся к верхней границе это вот район 155 ну далее если мы вдруг пробьем эти уровни дату далее у нас хайли на 118 ну и потом мы движемся к 2 и 2 ну вот я думаю что вот эта траектория она у нас плюс-минус вот реально сроки по ней ну это дело уже такое да то здесь может уйти там и до года на на эту траекторию учитывая что вообще в принципе десятилетки нужно вообще облигаться это самый низкая волатильный рынок но что не сказать по по последним трем дням да вот но это форс-мажор который на начали закладывать я думаю что надо ждать 155 и там смотреть как будут развиваться события дальше рынок доллара наконец-то мой показатели снова выше 0 вышел да и в общем то пока что мы мнемся вот в районе 0 это мой это моя авторская модель оценки индекса доллара и в общем так ну как я раньше говорил как как только мы будем выше на 0 пум по модели сразу же рынок станет бы чем то есть в общем то я расцениваю на сегодняшний день ну как бычий рынок да то есть там можно еще утверждать что он приграничный но я буду говорить что он бычий собственно чистая спекулятивная позиция немножко сократилась мы практически дошли полежа до максимума рынка и в общем то я почему-то считаю склонен к тому что рынок доллара начнет расти с точки зрения тех анализа мы подошли к очень значительным важным уровнем здесь предыдущий хай потом перед предыдущий да и у нас здесь проходит несколько верхней границ три штуки сразу три фрактальных канала проходит маленький большой больше и в общем то выход за 94 будет подразумевать движение в область там 95 да то есть у нас на у нас вот это вот область это важная х и дневные предыдущие да то есть это уровни прошлого года вот и здесь конечно будет бодами но и собственно где-то в районе там 95 проходит еще и верхняя граница вот этого вот большого зигзага собственно думаю что на 95 будет заминка потому что уровне большие и но и к тому времени уже будет некая новая информация в общем-то до заседания фрс вполне возможно движение вверх альтернативный сценарий да мы доходим до вот где-то примерно уровня ближе к 94 и снижаемся вот к нижней границе 92 и 5 вот тоже такой уровень есть и тогда это вот будет такой вот зигзачок да а б ц да и даже такой бегущий треугольник что ли да папа получается и тогда уже отсюда будет вверх то есть до фрс у нас у меня есть в голове две модели и они в общем-то не против того чтобы я держал свою юбе дальше вот то есть я думаю что так будет неплохо далее у нас чисто чистое спекулятивной оппозиции по валютным фьючерсом на семье обратите внимание что по франку йене и австралийцу показатели уже у спекулянтов в не в глубокой медвежьей зоне то есть обратите внимание что мы на достаточно глубоких уровнях по австралийцу мы достаточно глубоко по швейцарцу был последний раз были в девятнадцатом там по австралийцу и того дальше ну и поение то тоже глубокие уровни ну по поение мы понимаем что история связанная с рецессией то есть внутренний спрос на на иены слабенький но я заметил что и находит вместе с долларом сейчас как защитный актив да и впрочем и в общем-то на вполне возможно его будут держать в портфелях когда доллар будет расти поэтому я считаю что в общем-то поение можно еще по прицеливаться я все никак не зацеплюсь беру скидываю беру скидываю ну слава богу что в не в небольшие плюсики это уже хорошо по поводу корзины валют давно не показывал йена на дневках остается недооценена обратите внимание что все валюты выше ноля да а иена у нас ниже 0 то есть а вот отклонение которое на между иеной и остальным валютным рынком они остаются и в общем то здесь наиболее интересны вот кстати на в новозеландец вот против иены да и фунт против иена то есть вот две наиболее интересные валюты но еще и канаде сейчас вот тоже что там пытается вот поэтому можно пробовать но остальные по сотам до канаде то есть новозеландец почему-то спекулянты держат в нереальном ланге не могу сказать почему снижается дальше показатель по канадцу чисто чистый спекулятивный лонг видимо не ожидают дальше роста нефти по нефти позже и у нас чистая спекулятивная позиция по фунту тоже отступила своих максимумов ну не знаю что еще чем это связано в общем то здесь такие вот загадочные времена ну и евро такое более-менее болтается в боковике эту картинку я почву еженедельно по воскресеньям поэтому кому интересно смотрите там так далее золото по золоту у нас не очевидные данные почему потому что из-за того что у нас была короткая неделя в азии у нас данные по объему в золотых фондах искажены почему потому что крупнейшие китайские фонды торгующие золотом они были там пол недели были выходные поэтому и такой сильный провал этому значение придавать не стоит на тем не менее чисто спекулятивная позиция остается болтаться вот таком боковички да ниже годовой средней то есть рынок золота остается слабым и в общем то те перспективы которые я озвучил да по поводу осени они явно не в пользу роста золота поэтому мы увидели большущий нырок на фрс вот столько что касается обратного спреда это фьючерсная кривая по золоту у нас синяя линия да то есть а мы остаемся слабенькими то есть мы на уровне вот августовских лоев да вот здесь мы мы примерно остаемся по по этому показателю и собственно да это тоже говорит о том что рынок слабый и оживать оживать он не планирует вот что касается по сезонности то у нас вот есть там два из трех да при этом 30-летняя самая большая средняя как бы за рост две маленькие вот коротенькие 15 5 особенно 5 за снижение и в общем так как бы тоже да не за рост с точки зрения тех анализа мы подошли к важнейшим уровнем здесь 62 процента от всего роста который был да и здесь у нас нижняя граница фрактального канала вот нисходящего на плюс здесь у нас предыдущий лайок который как бы намекал в прошлый раз на лайкова но не удалось слава богу что я по выскакивал из лангов даже перевернулся в шарты и взял еще чуть-чуть шартов но закрылся почему потому что золото сейчас вот конечно же история которую я озвучивал на осень повторюсь она против золота и вообще в принципе долгосрочная ситуация против роста золота поэтому рынок начинает это все закладывать я считаю что если мы если будет реале реализованы планы фрс и мировых cb то золото имеет шансы подешеветь там вплоть ниже тысячи вот поэтому она на долгосрочная не заглядываю и не ставлю на это ставки точно но вот локально буду держать эту историю в уме по золоту у меня будет ежемесячник через две недели и вот там я подробно эту тему затрону тем более к тому времени будут новые вводные данные посмотрим как колеблются цены но я вот я медведь по золоту это факт вот поэтому здесь если мы не отскочим вот от уровня 1740 то и мы если мы его пробиваем все-таки ниже то ситуация крайне плачевно и появляется у нас оперативное пространство для снижения к 1680 вот этим вот лаям вот этим вот лаям поэтому нужно быть аккуратными ставить ли на шорт ну думаю да почему бы и нет но я пока сомневаюсь медь немножко я сократил картинку потому что плохо видно по меди на прошлой неделе спекулянты немножко распродались здесь стоит сказать что по меди у нас сезонность восходящая иметь неплохо откликается на котировки нефти то есть связь плотная с нефтью связь через деловой цикл скорее всего но она сохраняется что касается фронтального спреда мы подрастаем очень даже неплохо то есть движение плюс-минус синхронные отклонений нету аномалий нету у нас по сезонности до октября снижение потом рост то есть в общем то рынок пока что остается в вполне возможно останется на одну неделю в снижении но в общем то это может и снижаться да то есть может быть некая боковая динамика и вынос вверх если брать длинный чарт да то есть я не веду по сезонность то мы вот когда с октября мы начинаем расти потом двойное дно типа когда и дальнейший рост и обратите внимание рост аж до апреля месяца то есть вот это вот история с октября по апрель она имеет место быть ну понятно дело с некоторыми оговорками собственно на это можно ориентироваться ну как минимум да вот в ближайшими в ближайшую неделю разворот в первую волну роста до середины октября запасы запасы на лм е это лондонская биржа металлов у нас сокращаются продолжают падать на чикаго у нас небольшой рост за запасов но обратите внимание цифры да то есть у нас здесь пятьдесят три тысячи тонн запасов а на лм е у нас двести двадцать шесть тысяч тонн то есть в пять раз больше запасов находится на лм е и мы за неделю снизились 240 до 226 то есть на 14 тысяч тонн а здесь мы подросли буквально на одну тысячу то есть у нас есть некий спрос да то есть у нас есть некий спрос и идет распродажа запасов что в предыдущие разы указывала на лонг в предыдущие разы когда я оценивал это все осенью у нас это был лонг то есть вот эта история которая была в июне в июле она была вот именно на на снижение запасов вот эта история вот текущая что происходит у нас это следующее у нас здесь наметил сам фрактальный канал восходящий на младших масштабах и у нас здесь есть вот такой крупный дафа фрак фрактальщик на крупных масштабах я вот думаю . 45 эта точка на которой можно присмотреть продажи или или поддержать лонги конечно линия вот которая в районе 44 44 43 она важна то есть верхняя граница нисходящего канала крайне важно и здесь нужно будет подумать что делать вот поэтому я считаю что нужно следить за 43 и держать в уме 45 до этого я пока что на нахожусь в лонгах оттуда во скорее всего можно будет пробовать шорт но надо смотреть да что будет происходить с метриками и с настроениями по рынку нефти мой скорин показывает на следующую неделю уверенный лонг как я не обдумывал как я не крутил не перекручивал все равно лонг то есть рынок на мой взгляд очень крепкий ситуация с запасами по нефтепродуктам в мире остается достаточно дефицит но не дефицит а и спрос то есть спрос это хорошо кроме сингапура резкий рост не знаю чем связан так транслирует плац возможно так и есть возможно некий сбой в расчетах да ну потому что резкий рост после такого затяжного да вот даун тренда такой резкий рост но посмотрим тем более меня смущает двойное такая была была резко-резко вверх а потом резко-резко вниз и собственно две недели данных не было у плаца то есть на той неделе вышли данные только по какой-то одной стране до этого не было данных по штатам японии то есть может там есть какой-то сбой по фуджайре тоже идет снижение по и по америке тоже идет снижение в общем-то западные страны входят в низкий сезон то есть америка япония то есть вернее америка западная европа канада поскольку зимнее время да то есть то есть зима да то есть у нас попадает автомобильный сезон падать спрос на бензин посмотрим как он будет развиваться но он точно есть он точно будет вопрос тем да как будет идти дела с запасами и как будет работать нпз на сегодняшний день спрос на нефтепродукты имеется имеется устойчивый то есть вот это нужно знать и собственно это и должно быть в уме ситуация с метриками финансового рынка в штатах WTI кривая да у нас следующее временно бэквардация чуть углубилась но значительно ниже лаёв ситуация в кушинге продолжает снижаться продолжили снижаться запасы но в общем-то до уровня 18 года еще далеко ситуация со спредом спред бычий базис бычий то есть все метрики указывают на дефицит рынка который продолжается ситуация со спредом на дневках у нас следующая WTI верхняя картинка у нас дивергенции обратите внимание причем она накапливается уже давно то есть такое ощущение что весь рост он больше коррекционный ситуация на рынке бренда у нас остается у нас ровная да то есть у нас идет рост спреда и рост фьючерса фьючерса вы почему потому что у нас ставки спреда очень высокие то есть обратите внимание что мы на уровне 2015 года даже переписали то есть спреда ли ставят на на дальнейший рост бренда но и не мудрено с таким фоном да то есть ну кому интересно опять-таки в телеге есть еженедельники всякие по нефти переходите читаете не в немудрено потому что фоне у нас газ фоне у нас зима фоне у нас просто повышенный на мазут из-за цен на газ и так далее вот а вот спреда рыба WTI выросли но повысили до своей ставочки но ниже чем было буквально 3 неделями ранее ну и понятно что от исторических максимумов мы просто еще очень далеки поэтому это отображается все здесь здесь у нас дивергенция спред слабая здесь у нас спред сильный потому что его покупают кстати вот уровень спреда чаще всего на максимумах но значение 008 да то есть 80 пунктов между первым и вторым фьючерсом это не о чем то есть был было и 2 и 3 поэтому пока что рано говорить о том что спред экстремальный но это это да даже больше на рост чем на чем на снижение вот поэтому собственно я и говорю что вероятнее всего рост продолжится опять-таки по поводу потоков фонды японские корейские фонды были полу выходные там по полнедели работали поэтому тоже не стоит обращать внимание на то что у нас был некий отток да вот из фондов у нас чистая спекулятивная позиция по бренду и WTI продолжала расти но обратите внимание как накапливается дивергенция да то есть у нас уже третий перехай сегодня второй перехай и здесь у нас вот это чистейшая дивергенция в принципе плюс-минус так было и в восемнадцатом году да вот у нас было но здесь конечно было выше чем первый раз но тем не менее здесь была огромнейшая дивергенция да то есть прям был вынос и сейчас мы где-то плюс-минус в этом выносе почему я так говорю потому что на мой взгляд условия не такие как были в семнадцатом и шестнадцатом когда с осени по зиму был рост и и и в шестнадцатом и семнадцатом годах с осени по зиму был рост восемнадцатом было падение почему потому что ведущие энергетические агентства прогнозируют профицит рынка в следующем году прям с первого квартала ума там 4 миллиона баррелей опыта с половиной миллиона баррелей в сутки профицита поэтому я считаю что перспективы не очень для рынка нефти и в общем то 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 что цены высокие то что они подогревают инфляцию предложения это тоже говорит о многом о том что политики могут вмешаться да и нужно вмешиваться потому что это сильно оказывает сильно связывает руки мировым центральным банкам далее сезонность мы видим что вот если взять стандартно если взять и средние 5 и 15 лет они разошлись в динамике вот последние пять лет до у нас идет рост но за 15 на снижение да почему потому что а я не вставил вам сезонность большую ну ладно почему потому что у нас низкий сезон с октября месяца то что я говорил что низкий автомобильный сезон он сказывается на спросе со стороны нпз то есть нпз входят в сезон техосмотров после ураганов и так далее и снижается спрос на бензин поэтому в общем то если брать длинные отрезки тасса с октября по март мы находимся под давлением ну с точки зрения тех анализа юсойл и юкойл да это севдишка на спотовый бренд мы видим что мы подошли к верхней границе фрактального канала и здесь же у нас был хай то есть по сути мы мы переписали максимумы года на сегодняшний день и в принципе до прогнозных в 80 миллионов баррелей осталось всего лишь немножко да про прогнозных я имею ввиду о которых трубил блумберг рупор джиппи голдман сакс голдман санч да вот с ними далее у нас есть верхняя граница на 83 84 тоже момент да ну и есть космос 96 не удивлюсь не удивлюсь вот это ему не удивлюсь точно но если это произойдет то там сто процентов вмешаются политики раз второе если это произойдет то только на действительном дефиците энергетики зимой для этого зима должна быть холодная то есть в принципе спрогнозировать невозможно это эту историю могут подогревать до могут по подогревать но в общем то не думаю что это понравится политикам и вряд ли блумберги и так далее вот рисковать прям так жестко да вот 83 на мой взгляд окей поэтому я ее определил как вторую цель эту пока я не беру но держу в уме 80 83 вот вот то откуда я планирую шортить эта старая картинка прошла прошлой прошлого выпуска не знанию не удалил дам уже здесь почти газ на минэнерго у нас говорит нам о том что газ в профиците в штатах с газом все окей но спрос предложение да все окей далее запасы газа ну выросли да в общем то они соответствуют динамике которая у нас была всегда да вот пожалуйста вот так было всегда до запасы газа ниже прошлого года ну и что мы так у нас такая динамика всегда и поэтому все окей и сейчас мы также сама накапливаемся базис базис прошлой недели и базис вот 21 на дневной базис ну крайне высокие да то есть конечно же это говорит о том что у нас есть дефицит на физическом рынке и он остается ситуация с фронтальным фьючерсом мы снижаемся а цена начала расти то есть на мой взгляд есть дивергенция на снижение и у нас есть сезонность до начала октября на снижение то есть в общем то вполне возможно что мы еще покорректируемся не покупают чисто спекулянты не покупают газ дальше фьючерсы на газ и в общем то я показывал там двумя неделями ранее картинку о том что так было в 2002 году и тогда цены просто сложились до основания то есть было вот так и вот поэтому думаю что в в общем и целом где-то здесь мы это все увидим цена очень перекуплена обратите внимание 14-летние хаи я имею ввиду по годовой динамике да то есть он года году день динамика нам показывает или это от квартальной средней ну короче в динамике мы на на очень крупных максимумах то есть это говорит о том что рынок имеет экспоненту и он остается на этих уровнях ну и в общем то да мы видим что ой я вам тоже протупил по газу сейчас секундочку вот так рынок газа что мы имеем да у нас идет рост мы тут подошли к 50 процентам коррекции уровня коррекции да и здесь у нас предыдущие тесты были здесь вот на на дневных таймфреймах есть слой и есть тест то здесь важный уровень если мы от него отскочим да и пойдем вниз то в общем то можно мерить там примерно районе 44 долларов в общем и целом да можем там оказаться если мы проходим 5 6 5 и 7 да то мы движемся дальше в область там 6264 то есть народ уже начал ставить на 6 в общем то вполне их можно понять с тем фоном который есть я пока что не закрывал свой колд я перекрылся коллами и буду ждать как как здесь будет идти развязка если здесь наметится разворот на внутренних масштабах то я закрою опционы и посижу еще в шортах если будем проходить то буду держать дальше и держать опционы конечно сложная история но а что делать так это мы закроем дальше у нас ситуация с пшеницей и кукурузой на верхней картинке это фронтальный спальт по кукурузе мы находимся в неплохой динамике с фронтальным фьючерсом то здесь все в порядке рынок но он имеет нормальное ценообразование а вот пшеница остается в непонятной динамике почему потому что основные действия приходятся на мартовский контракт то есть именно там проходит вся движуха и поэтому его покупают что искажает в целом корреляцию да то есть у нас там история более важно сезонность мы входим высокий сезон пшеница уже в нем да то есть мы уже в нем движемся вот до середины октября и кукуруза вот до ноября до середины ноября находится тоже в восходящей динамике я кукурузу не планирую торговать а пшеничка я уже в лангах пшеничка подрастает но спекулянты не ставят на рост что меня смущает но я буду держать позиции дальше по кукурузе спекулянты ничего не делают динамика плоская вот на лаях мы остаемся с точки зрения тех анализа пшеница подошла вот к своему важному уровню это локальный фрактальный канал и если это был зигзаг то мы можем упасть еще ниже я здесь закрыл в пятницу свои опционы ставил вид это и тф ку я в ней посижу если будет падение будут добираться потому что в мин сельхоз прогнозируют дефицит пшеницы и мало того у нас растут во всем мире цены на продовольствие поэтому я больше чем уверен что пшеница должна вырасти а вот кукуруза непонятно я взял последний график это декабрьский контракт и мы имеем вот такую херню что это такое непонятно но очень похоже на некоторый на некий зигзаг да то есть я имею ввиду на на не на некий треугольник поэтому думаю что выход из него вполне возможен и вверх то есть но хотя хотя у нас прогнозируется профицит рынка кукурузы мин сельхозом но технически это выглядит больше как вымпел да причем бычий был рост да и мы стали вымпел с дальнейшим ростом то есть выгодно но вот так вот именно они был рост и потом им и мы снизились на то есть мне кажется что это больше на на растущий рынок поэтому что-то на что-то должно произойти либо а с прогнозом либо пшени и либо кукуруза будет тянуться за всеми ценами до которые будут расти по зерновым друзья это и все на сегодня наконец-то как-то я прям подустал час 12 самый большой выпуск давайте подытожим ну что ж друзья что мы имеем на сегодняшний день фаза делового цикла у нас продолжает остывать цены продолжают расти то есть наметились некие стак фляционные процессы мы при этом видим что даже настроение потребительские напоминают стак фляцию то есть ожидание и оценка текущих условий плохие и ожидание роста инфляции в следующем году поэтому в общем-то на мой взгляд фрс будет действовать осторожно такая была моя предпосылка и она остается и мы видим в общем то что фрс да действительно делаем действует осторожно озвучив к ее с конца да то есть при примерную дату завершение мы не дату а отрезок времени до завершение пока что не озвучив саму киев но думаю в в октябре мы все услышим о том что она начинается с ноября рынок тому времени уже будет готов и в общем там это все дело увидим что на рынке произойдет это спрос смещение баланса на рынке доллара в сторону дефицита и смещение баланса на рынке отражает сторону профицита поэтому я ожидаю дальнейший рост длинных ставок и ожидаю укрепления доллара что в общем то должно оказать на золото и на серебро давление потому что условия такие на сворачивание киеве явно не в пользу золото далее это окажет влияние на рынок комодов ну и комоды как я говорил что вероятнее всего это уже политическая история и скорее всего это будет решаться на высших уровнях ну и конечно же растущий доллар не в пользу дальнейшего роста комодов что в общем то может наложиться на некую вознюю в области политики да то есть вам возможно снятие с ирана санкции его возможно там какие-то истории с газом в европе и так далее вот что касается фондового рынка не уверен что он будет под давлением потому что деньги из продажи отражались будут освобождаться до части не будут идти на новые аукционы да по повышенной доходность с повышенной доходности уже но и что-то перепадет фондовому рынку поэтому я думаю что фондовый рынок будет иметь поддержку как минимум история которая сейчас наметилась со сворачиванием и налогами китаем и так и фаза охлаждения делового цикла она может оказать это не некоторое давление но с точки зрения вот еще и поддержки с продаж облигаций будет некий баланс который скорее всего будет удерживать рынок в боковике и думаю что было бы неплохо на самом деле по поколбасится в нем полгодика для того чтобы экономика и метрики фу по доходности по внутренней доходности фондового рынка пришли в сознание да то есть я имею ввиду по ей ps и так далее чтобы они соответствовали ценам и тогда бы можно было ожидать нормальный новый виток роста фондового рынка за которые можно было ухватиться потому что на сегодняшний день явно это эти цены несправедливая и явно у нас рынок перегрет поэтому в общем то я и за то чтобы он постоял в боковичке то есть диапазончик 4 тысячи там 44 500 водка ну какой-то диапазон такой да вполне уместный и в общем то даже реальный вот что у меня имеется я держу три жири бери держу лонг доллара у меня был шот кстати да я делал авантюрную ставочку на прошлой неделе на то что китайский фонд не позволит до фрс быть ястребом а оказалось что им было до лампочки и в общем то достаточно есть трибинари риторика была на мой взгляд как для условий текущих да ну в общем то удалось мне вовремя перевернуться я даже там смог чуть-чуть подзаработать вот то есть у меня он по доллару остается я пока в опционы не лезу я смотрю как будет происходить пробой 94 там дальше буду смотреть вот далее у меня история с этажерями я в них это и донку меня по пшенице я остаюсь в лангах по нефти и нефти и газу на меди извините по газу у меня шорт колдом и немножко перекрыт я не не полностью но перекрыт опционами вот в общем то в общем то это и все к чему я присматриваю сюда мне хотелось бы заширки золото но я пока сомневаюсь да то есть я пока присматриваюсь к этому всему делу я буду закрывать нефть на оговоренных уровнях имеет на оговоренных уровнях если там будем я буду докидывать по трижевям ли на длинные позиции возможно докину по юбе если мы пройдем какие-то важные уровни но либо же это будет скорее всего опционами по евро фунту австралийцу канадцу и так далее чтобы еще мне хотелось кстати вот интересно еще раз еще одна попытка шарта в принципе реально по себе вот наверное стоит это сделать то есть я думаю что в 4000 даже неплохо было бы туда бы нырануть куда-нибудь но и в общем-то по технике сейчас там важно интересная . для этой сделки то есть я вот ее планирую делать однозначно да через что но это может быть и тфк надо посмотреть cds может быть либо еще чего-нибудь ну то есть что что-нибудь шартово вот ну в общем то и все на сегодня друзья спасибо всем за внимание приглашаю всех спонсорский канал там ранний доступ к видео наполняю его по потихонечку но какой-то эксклюзивной информации в частности даже вот по фрс давал в момент пресс-конференции давал такой короткий комментарий у меня был мы просто там по этому делу плюс там есть некоторые мысли по рынкам текущие которые я публикую там я думаю что я сделаю из этого канала что-нибудь интересненькое то есть она все выработается вот этот процесс он он пройдет и будет интересный канал который будет поддерживать информационно все кто реально так торгует подписывайтесь на мой канал telegram на мой канал youtube если вам нравится конечно же всем спасибо за внимание до встречи на рынках пока пока